Привет! Вы на канале про Камбоджу, где я продолжаю вас знакомить с культовыми постройками в храмовом комплексе Ангкор. Начну с того, что если ты любишь путешествия, тебе интересна история, религия, легенды и мифы Древней Индии, а также ты, дорогой мой зритель, хотел бы больше узнать о храмах Ангкора и, конечно же, сказочном королевстве Камбоджи, тогда не забудь нажать на палец вверх и подписаться на канал. Тогда уведомления о выходах новых роликов на канале будут появляться автоматически. Сегодня короткий ролик об одном из храмов на маршруте Малого Круга, который большая часть туристов обходит стороной. Это храм Таманон. Храм Таманон абсолютно идентичен своему соседу храму Чао Сай Тевада и на осмотр каждого из них у вас уйдет не более 10 минут. Храм Таманон находится вблизи западных ворот древнего города Ангкор Том, а местные гиды часто рассказывают про то, что эти два элемента служили крематориями, опираясь на то, что стены внутри храма потемнели, но это всего лишь их выдумка. Храм Таманон, по мнению французских исследователей, был построен в 12 веке, в период правления короля, звали которого Сорья Варман II. Это тот самый король, который строил знаменитое чудо света Ангкор Ват. Помимо Ангкор Вата, им были построены храмы Бантей Самре, Бинг Беле и ряд храмов, находящихся на границе с Таиландом, Тамуан и Такробей. Ссылки на видео с посещением этих храмов я оставлю в описании к этому видео. В 60-е годы 20 века французский институт Дальнего Востока профинансировал реконструкцию храма Таманон. Работами в тот период руководил Бернар Филипп Горлье, который, кстати, и обнаружил этот храм спрятан в джунглях. И сейчас храм предстанет перед вами в очень неплохом состоянии. Как и большая часть культовых построек Ангкора, Таманон ориентирован входом на восток и имел стену, окружающую его по периметру. Но в ходе восстановления не все элементы стены были найдены и мы можем видеть лишь ее часть. Традиционно для храмов этого периода постройки мы можем увидеть большое количество тонкой резьбы. Гапуры, украшенные барельефами и, конечно же, богини Апсары на стенах. Сам храм устроен просто. К центральной башне, которая, как и башня Анкурвата, построена в форме закрытого цветка лотоса, можно подойти, пройдя через центральные ворота и небольшой зал. Проходя по этому тоннелю, стоит обратить внимание на барельефы, которые украшают дверные проходы. Тут можно увидеть очень редкие изображения бога Громовержца Индры, сидящего на трехголовом слоне Айравате, и очень красивое изображение бога Вишну, восседающего на своем транспортном средстве Гаруди. На этом я буду заканчивать. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!